Тренеру, да, конечно, в такой ситуации менять игроков было нецелесообразно, но сейчас у нас замены у команды Сибири. Да, Георгий Кульков по 10 номерам выходит, да, вместо Данила Лавренцова 4 номера. Сразу две замены, по-моему, да? Да, Александр Ярков обновляет средний линию, также у нас коррективы в линии нападения. Ну да, но потому что, откровенно говоря, ничего не получается. Да, ну терять тоже нечего, можно хоть 11 нападающих сейчас вытащить тренеров, но мало что пока меняется. Тогда в игре и еще одна золотая карточка Дальнего Восточника. И стандартное положение будет подача штрафную. Бугаев Денис был награжден горчичником. Дает у нас исток. Подача штрафную. И ой! И в свои ворота, да? Срезает все мячи у нас Дальнего Восточника сегодня. Да, продолжает забивать. Забивать. И 3-1 счет матча по-прежнему в пользу команды Дальнего Восточника. Но вот такая срезка получилась. Да, ну что ж, этот Остагул, наверное, конечно же, оживит сибиряков. Да, концовку матча повеселее. Сейчас должны провести сибиряки. Почему бы не отыграть два мяча за пять оставшихся минут, да? Может, чуть меньше, конечно, осталось, но с добавленным временем. Да, почему-то пока что прессинг сибиряков выглядит немножко вялым. Ну вот, нет, передача бесперспективная, слишком сильно. Но нападающего не успевал он и собирает мяч вратарь. Будет борьба в воздухе. И сейчас, в последние минуты, пойдет основного времени. Идут в атаку сибиряки, хорошая передача, седьмой номер. А вот это уже прямо защитнику положение вне игры. Да, заканчивается у нас основное время. И сколько, интересно, добавит арбитр. Ну, как мы уже отмечали, добавлено, скорее всего, будет немного, так как остановок игры у нас было мало. Ну и сибирь. Идет вперед. Неплохо разыграли. Навес. И видим мы резервного арбитра с товарищкой. Три минуты, да. Три минуты добавил арбитр к этому матчу. И еще один навес. Исполнение сибиряков. Ну вот. Кульков ошибся и пошел в обыгрыш. Ошибся и не догонит нападающие. У мяча пятый номер, защитник Сибири. Заброс вперед. Ничем закончилась эта атака. Ну, чуть-чуть более двух минут остается. Калмаков сбрасывает. Да, конечно, пытается команда Сибирского федерального округа всеми силами идти вперед, но ничего пока что не получается. Как и по ходу всей встречи. Борьба у линия аута. Выбрасывать будут Сибиряки. Это, конечно, дальневосточники. Ну и очередная попытка команды Сибири. Поднимает мяч в воздух, но дальневосточники выбивают мяч в аут. Ну, с исходом матча все ясно, да, здесь уже понятно, что выигрывает команда Дальнего Востока. Тем самым заработала и очередные три очка на нашем турнире. И на счету дальневосточников сколько? Шесть очков. Три забитых мяча. То есть, в общем, восемь забитых. И пропустили один-одинок. Да, и того разница мячей минус три. Получается, Сибирский федеральный округ пропустил три, забил один. То есть, шесть мячей забито на турнире. И... Нет, извините, да. Один забили. Четыре. И восемь, да. Пока остается на третьей строчке, но делит эту строчку с командой. Республики Саха-Якутия, да. И в последней игре у нас все решится. Все решится, да. Узнаем имена всех призеров футбольного турнира в рапках шестых игр Дети Азии. Ну, победитель уже известен. Это команда Японии. Ну, и, да, радость дальневосточников. Молодцы, конечно. Очень здорово они сегодня выглядели. Были действительно лучшими сегодня. И заслуженная победа. Да, автогол и дубль Котова вместе также с забитым мячом Харченко приносят команде Дальневосточного федерального округа победу со счетом 3-1. Ну, что ж, если говорить, резюмировать, то действительно команда Дальневосточного федерального округа была лучше во всех компонентах игры. Сибирский федеральный округ начал в принципе неплохо, но с середины первого тайма игра заметно ухудшилась и на протяжении всего оставшегося времени пытались они идти вперед, но ничего не получалось. Поздравляем мы футболистов Дальневосточного федерального округа. И мы напоминаем то, что все станет ясно в заключительной игре нашего соревнования, в которой встретится команда Республики Саха Якутия и Японии. Конечно, у нас Япония лидер, она уже обеспечила себе первое место и сейчас будет борьба за вторую позицию, которая будет очень интересной. Как мы уже говорили, обладатель второго места будет выявлен по разнице мячей, так как сейчас уже у двоих коллективов по 6 очков и надеемся, что наша команда также завоевает 6 очков и поспорит за второе место. Для вас работали Власий Сергеев и Степан Посельский. Смотрите футбол, болейте за наших. До скорых встреч в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok